Солнце в зените. Так называется выставка в арт-подвальчике Хабаровского краевого фонда культуры. По традиции летом художники показывают свои работы, на которые их вдохновило это время года. Летнее настроение в репортаже Дарьи Лисовской. Лето – это всегда яркие краски, солнце и особое настроение. Именно оно и стало пропуском на эту выставку. В небольшом зале арт-подвальчика разместили более ста работ хабаровских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. В экспозиции «Летний Хабаровск. Деревенские пейзажи. Натюрморты». Работа Анны Чагиной «Амба» отличается от других произведений необычной техникой. Портрет тигра создан из обрезков джинсовой ткани. Сергей Логинов – ледовый скульптор, но и его вдохновляет дальневосточная природа и сельский колорит. Этюд «Русская деревня» написан на территории музейного комплекса фонда культуры в селе Бычиха. Там представлены и русский быт, такой крестьянский, старый, очень красивый, хохлома очень красивая. И вообще место очень такое примечательное. На выставку пригласили и кукольных мастеров. За стеклянным покрытием – текстильные куклы Тамары Соколовой, лесная фея Валентины Багдан, а в самом центре – африканская дива Юлия Власенко. Принять участие в выставке мог как профессиональный художник, так и любитель. Главный критерий – не уровень мастерства, а соответствие заявленной теме. Любая работа – она ценна. То есть, если она создана художником, неважно, начинающим или профессионалом, она ценна. Выставка «Солнце в зените» в арт-подвальчике продлится до 4 августа. Помимо выставок, благотворительный фонд культуры дважды в месяц проводит творческие вечера и камерные концерты с участием известных артистов, художников и писателей Дальнего Востока. А для тех, кто хочет научиться художественным ремеслам, организуют мастер-классы. Дарья Лисовская, Вячеслав Гирич, Телеканал «Губерния».